Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самару вернулись туристы, которые несколько недель не могли вылететь из Индии. В ближайшие дни прилетят еще два борта из Индонезии и Таиланда. Работают в режиме 24 на 7. На базе медуниверситета создан телекоммуникационный центр для консультации врачей по коронавирусу. В Самаре с площадки у шестого причала вывезли строительный мусор. Жители района решают, что должно разместиться на освободившейся территории. В Самаре отремонтировали дорогу, которая идет в поселок Аэропорт-2. В городе начался ремонт большими картами. Мой дом, моя крепость, как самарская глубинка, живет в режиме самоизоляции. 35 рябин в память о героях. В микрорайоне Крутые ключи высадили Аллею Победы. 12 российских автопроизводителей, в том числе и АвтоВАЗ, получат льготные кредиты, чтобы пополнить оборотные средства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию автомобильной промышленности присутствовал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По словам президента, сейчас ситуация в автомобильной отрасли сложнее, чем в прошлые кризисы. Государственную поддержку получат те предприятия, чья выручка составит от 20 миллиардов рублей и численность сотрудников от тысячи человек. Ставка по кредитам для таких компаний будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. А половина займа обеспечиваться гарантиями Минфина. При этом, по словам Путина, программа поддержки должна заработать со следующей недели. Поэтому крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям и прежде всего поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажу техники, была уверенность в надежности этой совместной работы. По словам президента, прежний мировой финансовый кризис пришел в Россию из-за границы, а сейчас ситуацию ухудшила пандемия коронавируса, из-за которой упала деловая активность внутри страны. А в первые недели апреля у отдельных автопроизводителей почти остановились продажи. И добавил, что в российском автопроме занят около 300 тысяч человек, а на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране. А это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны и сервисные станции. В Самарской области зарегистрирован первый в регионе летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте. Скончался 74-летний мужчина. Помимо коронавируса у него были другие серьезные заболевания, в том числе рак и диабет. Медики долго боролись за жизнь пожилого пациента, однако спасти его не удалось. За последние сутки в области выявлено еще 44 случая заболевания новой инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в регионе – 185 человек. 26 из них выписаны из медучреждений. Четверо за последние сутки. Среди них есть и человек, который болел вирусом в тяжелой форме. Меж тем в регион вернулись жители Самарской области, которые несколько недель не имели возможности выехать из Индии. Они прилетели в Казань, а к нам их привезли на автобусах и поселили в детском лагере на две недели. С соответствующим обращением в интересах наших земляков я вышел на оперативный штаб, на заместителя председателя правительства. Нахожусь в непосредственной связи с министрами федерального правительства, работаю над возвращением наших земляков на территорию региона. Как вы знаете, мы встретили борт, прибывший в Казань, на котором находились наши земляки, прилетевшие из Индии и Турции. Все они размещены в обсерваторе городского округа Тольятти. В ближайшие дни в Самарскую область прибудет вторая партия туристов. Из Индонезии 26 апреля и из Таиланда 27-го. Помимо самарцев, на этих бортах будут находиться жители других регионов по Волжье. Дмитрий Азаров рассказал, что у него есть предварительные договоренности со всеми губернаторами, что они сразу же заберут своих жителей. Поставить правильный диагноз в режиме онлайн. В Самарском медуниверситете открыли два телемедицинских центра. Врачи оказывают консультативную помощь коллегам, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. Анатолий Головко расскажет, как специалисты САМГМУ организовали процесс. Дистанционная помощь 24 часа в сутки. Теперь врачи из любого населенного пункта Самарской области могут проконсультироваться с коллегами из клиник медуниверситета в режиме онлайн. В УЗЕ развернули сразу два телемедицинских центра для работы с докторами, которые занимаются диагностикой коронавируса. В режиме телемедицинской консультации доктор с лечебного учреждения, любого лечебного учреждения Самарской области, может задать вопрос по сложному пациенту, посоветоваться по тактике лечения, по дальнейшим шагам. Сегодня к врачам клиник за помощью обратились коллеги из Кеннеля. Они обследовали пациента с подозрением на коронавирус и хотели получить второе мнение. К счастью, диагноз не подтвердился. Ваша настороженность совершенно оправдана здесь, но вот мы не видим здесь признаков поражения характерно водонировочной пневмонии, поэтому в данном случае у пациента об этом говорить не стоит. И если клиническая картина будет сохраняться, то там возможно динамическое наблюдение. Сотрудники ВУЗа организовали техническую поддержку центра на самом высоком уровне. Врачи работают на современном и высокомощном оборудовании. Используются рабочие места, которые соответствуют требованиям. Это мониторы с высоким разрешением. Обработка ведется на достаточно мощных видеокартах, большое количество памяти. При необходимости руководство клиник готово развернуть на базе инфекционного блока 100 коек для пациентов с COVID-19. Кроме того, в САМГМУ можно организовать реанимационные палаты для больных новой коронавирусной инфекцией. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Бесплатное такси для врачей и ветеранов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании «Яндекс» Елена Бунина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития и цифровизации региона. Соответствующий документ стороны скрепили электронными подписями. Стоит отметить, что Самарская область стала первым регионом, который подписал соглашение с компанией удаленно. Сотрудничество подразумевает работу по самым разным направлениям. Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие онлайн-образования, помощь пожилым. Ранее в регионе уже заработал проект «Помощь рядом». Помимо прочего, он подразумевает и бесплатную доставку медиков на такси домой, к пациентам и обратно. Такую возможность получили 243 врача из 11 больниц. В проекте задействованы 35 автомобилей, работающие на специальном тарифе «Медик». Водители подключаются к линии по своему желанию. В это время для них недоступны другие заказы. Таксисты проходят регулярные медосмотры, а их машины – дезинфекцию. Сколько у вас вызовов в день? В среднем 10-15 заявок. 10-15 заявок. Вы как территориально прикреплены к какой-то поликлинике? В начале смены к ближайшей поликлинике подъезжаем. И как заявка приходит к ближайшей поликлинике, мы подъезжаем. То есть диспетчеры вам говорят, где вы находитесь, исходя из этого, в ближайшей поликлинике или по другому лечебному учреждению подъезжаете. С 27 апреля заработает еще один проект «Такси для ветеранов». В его рамках на время действия режима самоизоляции ветераны и те, кто приравнен к ним, смогут пользоваться услугами извоза бесплатно. Такси можно будет вызвать для того, чтобы съездить в магазин за продуктами. И другими предметами первой необходимости. В Самаре с площадки у шестого причала вывезли строительный мусор. Это сделали по поручению главы города Елены Лапушкиной. С просьбой очистить площадку к мэру на личном приеме обратились жители. Глава города побывала на проблемном участке и оценила масштаб. Куча битого кирпича и кусков бетонных плит остались здесь после сноса незаконного коммерческого объекта. Здесь располагалось большое одноэтажное здание, которое использовали для разных целей. Например, продавали водомоторную технику. Елена Лапушкина поручила Департаменту городского хозяйства и экологии в срочном порядке очистить площадку. Сейчас у шестого причала были проведены необходимые работы. Жители предлагают различные варианты дальнейшего использования этой территории. Среди идей – организация зеленой зоны, обустройство площадки для выгула собак. Ремонт дорог большими картами, это свыше ста погонных метров, начался в Самаре. В рамках нацпроекта – безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего будет приведено в порядок в этом году 42 участка. На пяти из них пройдет комплексный ремонт. Как ведутся работы в поселке Аэропорт-2, увидел Сергей Кизоркин. От заката до рассвета дорогу, ведущую в поселок Аэропорт-2, закатывают в асфальт. Еще вчера этот участок был настоящим испытанием для водителей. Были очень большие ямы. Вот делают, надеемся, что будут дороги хорошие, колеса не будут отваливаться. Ну, посмотрим, увидим, время покажет. Дорогу в Аэропорт-2 ремонтируют по стандартной технологии. Сначала фрезерование – это удаление ям и выравнивание поверхности. Затем – очистка от грязи, пыли и воды. В завершении заливка битума и уже по нему укладывают асфальт марки Б-1. Последние две операции выполняются с хирургической точностью. Асфальт нужно закатать быстро, чтобы потом дорога прослужила долго. Для этого в связке работают пять машин – грузовик, комбайн и три катка. Спустя три часа после укладки асфальта по дороге может ездить транспорт. Чтобы данная смесь была уплотнена более качественно, это будет гарантированно, применяются пневматические катки. У них распределение нагрузок по-другому, и они вот именно смесь перемешивают и ставят каждый камушек на свое место. У нас первая комбинированная, представляется подкатка, первым металлическим вальцом, чтобы не поднималась мелкая фракция. И потом с колесами уплотнение основное происходит. И последний каток вальцовый, он заглаживает следы, выравнивает поверхность. 630 метров дороги к поселку Аэропорт-2 ремонтируют большими картами по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего в Самаре в этом году приведут в порядок 42 участка. Сейчас асфальтируют шесть из них. Кроме дороги в поселке Аэропорт-2, это еще улицы Охтинская, Нефтяников, Фадеева, Карбышева и Смышляевское шоссе. Работы выполняются по всех районах города. И власть прислушивается к пожеланиям жителей, к пожеланиям общественности. Где-то ведется замена бортового камня, где-то ведется ремонт тротуаров, устройство розлива и так далее. То есть мы планируем, что по шести и всем объектам работы будут совершены до конца апреля текущего года. На тех объектах, где отсутствует ливневая канализация, не была она построена в свое время, как здесь водоотвод осуществляется на близлежащие газоны, то есть на рельеф осуществляется. Установка бортового камня повлекла бы за собой подтопление проезжей части и ускорить разрешение асфальтобетона. То есть именно с учетом этого выполняются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия без установки бортового камня. Качество ремонта контролируется на всех этапах, начиная от завода, где производят асфальт, заканчивая лабораториями, которые анализируют его качество. Только при положительных результатах город принимает дороги в эксплуатацию. Кроме работ, которые ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», магистрали ремонтируют и по программе «Улицы Победы». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Мой дом – моя крепость. Такого правила придерживаются жители села Большая Черниговка в условиях распространения коронавирусной инфекции. Здесь опустили и без того немноголюдные улицы. Сельчане выходят из дома только по необходимости. Мэри Елчан побывала в Самарской глубинке. Самые злостные нарушители самоизоляции в Большой Черниговке – куры. Люди же предпочитают лишний раз на улицу не выходить. Сельчане рассказывают, в первые несколько дней с начала пандемии их охватила паника. Скупали муку, гречу и сахар и готовились уйти в подполье. Но сейчас все успокоились и утратили интерес к сыпучим продуктам. Зато местное сельпо превратился в чистую санитарную зону, где ни один вирус не пройдет. Все у нас есть, весь уголок здоровья. Здоровье, все препараты, обрабатыватель, даже для покупателей есть антисептик. Столько понадобностей? Конечно. И уже привыкаем к этому. Мы вообще пенсионеры дисциплинированы. Народ законопослушный. Баблазы. Галина Мамбетова местный глашатый. Благодаря ей все узнают последние сельские новости. Но из-за особого режима она временно осталась без работы. Девушка не унывает и говорит, наконец-то можно заняться тем, на что раньше не хватало времени. Вот сделали вот этот полностью забор. Калиточку красивую сварили сами. Муж у меня сварочными работами увлекается сам. Поэтому получилось самим все сделать. Плюс что, ближе с семьей. Это как небольшие каникулы, что ли. На время самоизоляции в Большой Черниговке закрыты школы, детсады, дом культуры и спортивные комплексы. В многоквартирных домах ежедневно проводится дезинфекция. И как в больших городах, деревенский общепит работает только на вынос. В деревне, конечно, легче переносить, потому что вышли там всегда, дел очень много в огороде. Поэтому спокойно все переносят. Привесаденные участки, скотина, домашнее хозяйство, всех работаем. Может даже кто-то рад, что пришлось там посидеть, позаниматься своими делами. А если надоест сидеть в заперти, всегда можно выйти в чистое поле, где никакой вирус не воин. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Аллея Победы появилась в микрорайоне Крутые Ключи. На бульваре Алихана Калематова высадили 35 рябин. Как еще планируют украсить улицы и бульвары к 9 мая, узнала Лариса Шалафаст. Рябины в памяти героев. В микрорайоне Крутые Ключи высаживают молодые саженцы. 35 деревьев украсили бульвар имени Героя России Алихана Калематова. Рябина выбрана не случайно. Помимо привлекательного внешнего вида, дерево морозостойкое, неприхотливое, будет прекрасным украшением бульвара, уверены участники акции. Она открывает подготовку микрорайона к празднованию Дня Победы. Несмотря на карантинные мероприятия, в микрорайоне полным ходом идет подготовка к празднованию этого замечательного праздника. Микрорайон украшен восьми большими баннерами, посвященными 75-летию Победы. Также планируется в рамках подготовки к празднованию 9 мая и озеленение, высадка цветов. Я уверен, что эта традиция с годами никуда не денется, потому что память о Великой Победе – это, наверное, одно из самых главных, что мы должны чтить и сохранять на протяжении всего времени. Рябиновая аллея Победы находится между школой и детским садом и будет напоминать подрастающему поколению о подвиге предков. Даже сейчас, когда дети находятся на дистанционном обучении, патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Мы продолжаем работать с воспитанниками, даже удаленно, по тематике «75 лет Победы». Это беседы, это виртуальные занятия, это различные конкурсы, правда, они сейчас проходят онлайн. Это конкурс и рисунков, это конкурсы военной техники, это конкурс песен, мы продолжаем конкурс стихов. Сотрудники и воспитанники двух образовательных учреждений будут ухаживать за деревьями общими усилиями. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Творческие коллективы Республики Мордовия. Мы начинаем и передаем нашу творческую эстафету дорогим друзьям Приворского федерального округа. И предлагаем, поддержите нас, пойте песню Победы, пойте на своем родном языке, как это сделали мы. Рассказывайте о Великой Победе. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. 9 мая песня прозвучит в исполнении всех коллективов участников марафона. К 75-летию Победы Самарская филармония подготовила несколько виртуальных проектов. Горожане смогут узнать об артистах филармонии, служивших на фронте, о культурной жизни запасной столицы во время Великой Отечественной войны. Кроме того, на сайте прошел кастинг проекта «Бессмертные песни о войне». Победители споют на сцене филармонии после окончания режима самоизоляции. Сетилетняя Анжелика Петрущенко говорит, даже не верится, что когда закончится режим самоизоляции, она выступит на сцене Самарской филармонии под аккомпанемент оркестра. Девочка занимается вокалом четвертый год. За это время приняла участие более чем в 30 международных и всероссийских конкурсах, где неизменно становилась лауреатом. А вот в проекте «Бессмертные песни о войне» участвует впервые. Я очень рада, что прошла этот кастинг. Это огромный опыт и большая честь выступить с симфоническим оркестром. Буду ждать начала репетиции, конечно же, сам концерт. Второй год художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии и народный артист Российской Федерации Михаил Щербаков проводит проект «Бессмертные песни о войне». Принять участие в кастинге мог любой желающий. Победители, а их отбирает сам маэстро, споют песни о войне с симфоническим оркестром Самарской филармонии под его управлением. Наш конкурс, поскольку мы не могли его провести живьем, филармония закрыта. Мы попросили наших участников прислать нам видеозаписи. И вот мы отслушали огромное количество видеозаписей. И, конечно, среди них оказались люди очень талантливые, с красивыми голосами, с глубоким пониманием содержания произведений, которые они исполняют, песен, которые они исполняют, и которые вполне достойны участвовать в концерте с Академическим симфоническим оркестром. Дата концерта будет назначена, как только отменит режим самоизоляции. А пока Самарская филармония предлагает своим зрителям множество онлайн-проектов. Благодаря проекту концертной бригады Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны самарцы смогут узнать об артистах филармонии, служивших на фронте. Сохранившиеся архивные документы учреждения помогли установить имена 292 участников Великой Отечественной войны, работавших в филармонии. О культурной жизни запасной столицы расскажет проект «Работа Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны». Размах концертной деятельности Самарской филармонии в годы войны был масштабным, ведь в то время в Самаре работал цвет исполнительного искусства, прославленные артисты, Большой театр. А публику составляли тысячи людей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, руководства страны и дипломатический корпус. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Творчество всех жанров и направлений. В Самаре стартовал онлайн-марафон «Муз-привет» от волонтеров культуры и социально-творческого проекта «Я добротворец». Участники марафона записывают ролик со своим выступлением, чтобы передать его в качестве подарка людям, которые находятся в самоизоляции. Музыкальные приветствия загружаются в виртуальный банк творчества и отправляются адресатам, которым необходима поддержка и хорошее настроение. Сейчас в ряды волонтеров культуры записались уже более 50 человек. Часть из них приехали сегодня в студию, хотя в основном они записывают свои поздравления дома. Изначально у нас была акция «Муз-привет», когда ребята должны были только петь, либо играть на инструментах. Но когда мы в социальных сетях опубликовали данную акцию, у нас появился такой ажиотаж разных жанров, которые захотели тоже принять участие. У нас сегодня и цирковое искусство, и вокальное отделение будет, и ребята, которые будут танцевать. То, что мы показываем обычно на улице для людей, мы хотим, чтобы люди увидели это и сидя дома. Сейчас нуждаются поддержки абсолютно все. И дети тоже, и взрослые, и пенсионеры. Помочь братьям нашим меньшим. Самарский приют, в котором живут около ста котов и кошек, оказался в сложной ситуации. Его хозяйка тяжело заболела, а объем помощи из-за пандемии коронавируса сильно сократился. В чем, в первую очередь, сейчас нуждаются питомцы приюта, узнал наш корреспондент. Две фуры огромные, маленькие, двухметровые дядьки. И у них вот этот маленький котенок, они прорывались к нам в Самару. Дизель – котенок-путешественник с непростой судьбой. Его подобрали дальнобойщики неподалеку от Новосибирска. Котенок к тому времени уже не мог шевелиться. Для того, чтобы спасти его, мужчины изменили свой маршрут. Поехали вместо Ростова в Самару, чтобы отдать Дизеля в приют «Кошечка-кот». Здесь котенка вылечили, и сейчас он чувствует себя хорошо. Всего в приюте живет около ста питомцев. Заботится о них абсолютно безвозмездная хозяйка приюта – Ольга Хмель. Содержит, кормит, лечит, возит к ветеринару. Говорит, по сути, это ее вторая работа. Пять лет назад Ольга взяла к себе домой кошку, у которой были проблемы со здоровьем. Потом к ней стали приносить животных, которым нужна была помощь. Ольга принимала даже тех котов, которые не брали в другие приюты из-за тяжелых проблем со здоровьем. Год назад она начала собирать благотворительные взносы для приюта. Арендовала два помещения для больных и здоровых питомцев. Сейчас приют оказался в трудной ситуации. Ольга тяжело заболела, ей предстоит сложная операция. Сократился из-за пандемии коронавируса и объем благотворительной поддержки. Поэтому котам и кошкам нужна помощь – едой, лекарствами, работой волонтеров, которые умеют за ними ухаживать. И, конечно же, питомцам приюта нужны новые, добрые хозяева. У меня такая ситуация, что приступ может не наступить, но он может наступить в любой момент, даже через час. И если он наступит, то реально, действительно, они останутся одни. Поэтому нужна помощь любая. Нужна помощь любая, пока или не разрешится вопрос с моей ситуацией по здоровью, или не организуются как-то работники. Если вы хотите забрать питомца или просто помочь приюту, вы можете позвонить по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин